здравствуйте рада всех приветствовать на своем канале и мы продолжаем работу над нашим карпиком вот смотрите хочу так вот ближе поднести посмотрите какие интересные вот получаются факторы здесь я не знаю насколько видно на самом деле несмотря на то что это акварельная бумага она не грунтованная и мы рисуем с яичной эмульсии добавляю в поливинилоцетатную темперуру очень получаются интересные эффекты и уже практически вот этой шершавости которая у нас есть на акварельной бумаге практически мы уже ее не чувствуем здесь уже такая однородная поверхность гладкая и сейчас мы продолжим работу я взяла белила и охру светлую и будем делать сейчас такие вот заливочки добавляя объем и постепенно также моделируя форму а и сейчас я беру теперь просто чистую воду можно иногда добавлять больше яичной эмульсии прямо в водичку непосредственно и мы вот так вот раз растягиваем делаем такой градиент красочный и 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 сейчас мы сделаем такую вот обобщенную заливочку и вернее это не заливка растяжка цвета цвет как всегда у нас неразрывно связан с тоном вот и уже когда у нас просохнет еще вот это просохнет этот слой мы немножко позже будем добавлять объема еще с другими слоями потом уже после всего мы акцентируем свое внимание на чешуйках вот обращайте внимание как я делаю эти растяжки или как мы еще их называем в иконописи плави они имеют различную то есть они могут быть разные я имею ввиду тот способ которым мы их растягиваем но в данном случае то есть они могут идти у нас с обеих сторон могут быть как сейчас с одной стороны мы делаем эту растяжку как я уже говорила на этом канале что я собираюсь создавать еще один канал где у меня вот различные курсы в том числе вот курс по темперной живописи позже я дам на него ссылочку когда я уже подготовил какие-то хотя бы первоначальные материалы но там у меня будут курсы не только позже в описи и дну и по рисунку по конструктивному рисунку и другим вещам вот видите сейчас мы вот сделали такую растяжку но я хочу еще таким же тоном несмотря на то что у нас здесь темнее поверхность чтобы показать вот эту скользкость какую-то как бы слизь которая на этом карпике мы еще вот сделаем здесь немножко такие отблески которые у нас также будут еще регулироваться какими-то заливками но они у нас уже там будут сквозь слой просвечивать это очень важно именно потому что это большое достояние этой краски натуральной темперы в том что она имеет вот эти такие необычные свойства просвечивать сквозь предыдущие слои в процессе работы мы можем посмотреть если мы видим что краска подсыхает где-то не так как нам бы хотелось мы можем это немножко регулировать но здесь нужно нужно уже понимать этот материал чувствовать его чтобы у нас не снялся предыдущий слой это очень важно учитывать конечно жалко что не могу снять для вас ну как бы более объемное видео за раз я каждый раз просто вот снимаю процесс потому что во первых я не могу это делать каждый день вот вот сейчас мы опять сделали такой процесс и мы на этом остановимся и продолжим уже в следующий раз возможно мы еще раз делаем повторим то же самое потому что мне кажется я немножко сделала эту краску недостаточно светлой и мне придется повторить еще раз это это за река может быть я сейчас вот попробую если у меня получится вот то чтобы в следующий раз уже наверное все таки сейчас ответе я работаю буквально опять по мокрому я беру ту же краску но я ее добавляю в большем количестве вот я показываю как я веду творческий процесс потому что здесь нет какой-то такой одной таблетки каждый раз все получается по-разному потому что только а ремесленники принимать применяют вот этот способ когда все каждый раз одно и то же одно и то же и одинаковый результат понимаете вот в этом отличие творческой работы от ремесленной и отличие творческого человека от ремесленника это не значит что ремесло плохо нет просто но здесь есть свои свои нюансы это тоже наверное такая интересная тема потому что хорошее ремесло это здорово но когда ремесло как скажем у человека который занимается строительством обрабатыванием древесины или еще чем-либо таким это одно но в рисовании особенно когда это связано с написанием икон я бы сказала это совершенно по-другому все выглядит вот все таки мне удалось сделать то что я хотела более светлую достичь более светлого тона за счет большего количества этой краски поэтому я это все оставлю сейчас на просушку и в следующий раз мы уже возвратимся и будем продолжать работу и хочу сказать что с каждым разом работа наша становится все интересней в плане того чтобы как-то наблюдать за процессом и в плане того что у нас получается поэтому наберитесь пожалуйста терпения потому что терпение это все в работе нам нужно достичь результата а когда нам не хватает терпения мы совершаем обычно очень грубые ошибки это я опять таки говорю из опыта потому что не нужно перескакивать через процесс какой-то в каждой работе естественно есть процессы которые нельзя игнорировать особенно это связано с основой любого творческого произведения это рисунок это как фундамент всего поэтому без рисунка ничто не может быть ну понятно дело что не обязательно надевать сейчас академическим рисунком но нужно просто понимать глубоко понимать то что вы делаете для того чтобы понимать нам необходимо пройти какую-то основу знать иметь базовые знания по рисунку живописи по применению цвета тона то есть это просто необходимо сейчас всего хорошего творческих удач и до новых встреч